Добрый день, дорогие друзья. Сегодня прошла прямая линия Владимира Путина. 17-я. За 20 лет его правления. В прошлом году на такой же прямой линии Путин сказал, что времени на раскачку у нас нет. У нас нет времени на раскачку, как я уже говорил. Видимо, он имел в виду кого-то совсем другого. Он так-то сам и не раскачался. Ну и другой ВВП тоже не раскачался. Я имею в виду валовый внутренний продукт страны. Даже с учетом тех манипуляций, которые были проведены Госкомстатом, все равно до 2% не дотянули. Или он, может, имел в виду другую какую-то раскачку. Может, он имел в виду вывод денег из страны его дружками. Например, через Данский банк, через который за 10 лет с 2007 по 2017 год ушло на секундочку 200 миллиардов евро. Ни фига себе не раскачались. Еще как раскачались. В общем, о чем это он там говорил? Надо еще разобраться. Общее впечатление? Острые темы лезут из каждого угла. Отболтаться трудно. И куража-то былого нет. У нас действительно очень много вопросов о низких зарплатах, на которые просто невозможно жить. Людям не хватает на самое необходимое, на еду, на одежду, для себя, для своих детей. Причем чаще всего страдают те, от кого зависят наши жизни. Это учителя и врачи. Нам нужно разделить два понятия. Реальные располагаемые доходы населения и заработная плата. Смотрите, что происходит. Реальные располагаемые доходы, которые, статистика показывает, что они падают, состоят из многих показателей. Это из доходов и расходов. Один из показателей расходов на сегодняшний день – это выплаты по кредитам. Граждане берут, потом платят. И это уходит в минус. Влияет на реальные доходы населения. Заметьте, как красиво получилось. Падают, оказываются, доходы, а не зарплаты. Зарплаты, видимо, у нас растут. А вот доходы падают, потому что граждане нахватали кредитов. Вот они сами и виноваты. Конечно, всплыли темы мусора и свалок. Но как избежишь, если вся страна на ушах стоит? Избежать и не получилось. А вот выкрутиться – без проблем. В мусорных полигонах рядом с жильем виноваты не зарабатывающие на этом чиновники, а снова сами граждане. Мы генерируем ежегодно 70 миллионов отходов. 70 миллионов. Усугубляется это еще и тем, что у нас общество превратилось в значительной степени общественное потребление. Даже несмотря на то, что доходы в предыдущие годы упали, реальные сейчас восстанавливаются, но тем не менее, в целом у нас общество потребления. Заметили? Ручки-то вот они. Снова ни при чем. Сами виноваты. Отходы генерируете и потребляете многовато. Хоть доходы у вас и падают, но зарплаты ведь растут. Вот такой вам привет, жители Шиеса. Ну и Волоколамска, и Коломна, и других задыхающихся от свалок мест. Но вообще-то все наши беды, они из прошлого. И мусорные полигоны тоже, и вообще все. Имеется в виду не эти вот 20 лет, которые уже прошли, раба с галеры, а видимо неолит. На самом деле никто не занимается в промышленном смысле переработкой этих отходов. Это огромная проблема. Тем более, что полигоны скапливались с десятилетиями еще советских времен. Кстати, раз уж заговорили про прошлое, не обошлось, естественно, без рассказа об ужасах 90-х. Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка. Мы утратили оборонку. Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе. И поставили страну на грань утраты суверенитета и развала, надо прямо об этом сказать. Поэтому, конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность. Заметили, как элегантно. Вообще-то, Владимир Путин все 90-е был в самой, что ни на есть, власти. Сначала Питерская мэрия. На секундочку. Вице-мэр второго по величине города страны. Дальше руководитель контрольного управления президента. Дальше директор ФСБ. Дальше председатель правительства. Но, вот смотрите, если вы об этом сейчас не вспомните, то вам подается такое утверждение. В 90-е годы власть развалила страну. А если все-таки вспомните, что нежелательно, но, тем не менее, для вас маленькая ремарочка. Не все люди во власти несут ответственность за эти безобразия. И сразу понятно, что сам Путин каким-то волшебным образом за власть в 90-е годы ответственности не несет. Хотя он-то ей как раз и был. Но, если вы считаете, что более ловко уже выкрутиться нельзя, то послушайте, что Путин говорит про баснословные доходы чиновников и руководителей госкомпаний. В чем может быть засада, если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний. Но мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут. И в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим. Поняли? Нельзя чиновникам платить меньше. А то они со своими уникальными квалификациями уедут на Запад, а мы других не найдем. Прошу прощения, а в чем их уникальность? Что-то мне подсказывает, что их таланты на Западе особо никому не нужны. Но главный цинизм перейти. Если обратиться к руководителям наших крупных государственных компаний, здесь тоже есть своя особенность. Меня тоже иногда цепляет, когда я смотрю, честно вам говорю, цепляет, когда я смотрю. Я говорил, кстати, мы об этом уже неоднократно, когда смотришь на уровень их доходов. Но дело в том, что у них в компаниях, и это тоже объективная необходимость, много работает, в том числе и иностранных специалистов. И уровень доходов этих иностранных специалистов считается от первых лиц. Понимаете? Если им резко понизить, там тоже будет дефицит кадров. Я, признаюсь, прослушал этот эпизод несколько раз. Это вообще феерическое лицемерие. Оказывается, Сечин, Костин, Миллер и другие руководители госкомпании получают десятки и сотни миллионов долларов не ради себя. Нет. Это чтобы иностранные специалисты из госкомпании не разбежались. Вот Сечин, например, не хотел бы он иметь 80-метровую яхту. И квартиру в пять этажей не хотел бы. И охотхозяйство ему не нужно. Нет, он просто вынужден всем этим обладать. Ради компании государства страдает бедолага. Но вообще-то я ведь тоже был руководителем крупнейшей компании. И нет вообще никакой связи между заработком руководителей и специалистов. У нас в компании были специалисты, которые получали больше меня, и никаких проблем не было. Или вот руководитель Гугла взял и отказался от бонусов. В результате в компании тысячи специалистов получают больше, чем он. И что там, иностранных нет? И какие проблемы? Никаких. Павел Владимирович, ну, что уж вы так откровенно людей-то за дураков держите? Не менее решительно, чем с руководителями госкомпании, Путин обошелся и с заказчиками преследования журналиста Голунова. Как вы помните, ему московские полицейские подбросили наркотики. Только серьезное сопротивление гражданского общества и солидарность коллег позволили спасти Ивана от долгого тюремного срока. Сразу несколько источников, включая самого Голунова, назвали заказчиками этого дела офицеров ФСБ. Какой-то похоронный бизнес у них был, и он им своими статейками рушил. И вот Путин решительно разобрался с этим. Самое главное наладить контроль. Поэтому думаю, что я поговорю еще и с Генпрокуратурой, с ФСБ, с Министерством внутренних дел, может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. Ну и ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться. Вот прям взял и поручил ФСБ расследовать преступления, предположительно, совершенные офицерами ФСБ. Отлично. Прямее сказать, что заказчиков преступления никто не собирался искать, вот просто примее это сказать, было, ну, никак невозможно. Хорошо, поняли, искать придется самим. За более чем четырехчасовую прямую линию Владимир Путин улизнул от кучи важных вопросов и поговорил на многие неважные. Он успел обсудить беспилотники, провести воду в село, выслушать тост из Дагестана, решить судьбу футбольных манежей. Не успел он только посмотреть и ответить вот на это обращенное к нему видео. Здравствуйте, Владимир Путин. Меня зовут Миша. Мне семь с половиной лет. Я очень люблю свою маму. Ее зовут Настя Шевченко. Она уже давно под домашним арестом. и за что? Говорят, что она помогает американцам, но мы с мамой живем в Ростове-на-Дону. Мама говорит, что таких много, как она. Они хотели улучшить Россию и теперь сидят. А вы, Путин, не хотите лучшего для России? Мне лично физически тяжело было смотреть. Наверное, вам тоже. Ребенок использует одну из последних надежд спасти свою маму. Записывает обращение к президенту через сайт прямой линии. Обращение к человеку, который и отправляет его маму в тюрьму. Но это прямая линия, и она, видимо, не для этого. За 20 лет прямая линия Путина стала мертвой. Это прямая линия давно наклонная, по которой вся страна катится то ли в болото, то ли в пропасть. Это и есть итог путинских 20 лет. Ну, надо что-то сказать в завершении. В общем, вы и так все прекрасно понимаете. Да что там вы, дети все уже понимают. Поэтому я завершу словами сына Анастасии Шевченко, моего тезки, Миши. И поэтому у меня к вам только одна просьба. Владимир Путин, уходите. Всего хорошего, друзья. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok